В Музее истории Санкт-Петербурга в особняке Румянцева состоялась презентация книг, посвященных ленинградской блокаде. Большой фотоальбом и три книги дневников ленинградцев, людей разных профессий и должностей. Записанные прямо тогда в дни блокады строки дневников потрясают деталями, которые за давностью лет забыты, а молодым петербуржцам и вовсе не знакомы. Поражает читателя и духовная высота, которой стремились авторы дневников, и духовная брань, описанная на их страницах понятным каждому христианину исповедальным языком. Тот, кому придется знакомиться с этими записками, особенно не бывшим в этот период в городе, не будет верить всем этим диким фактам, свидетелем коих являемся мы. За 70 послевоенных лет ленинградская блокада стала темой священной и одновременно неприкосновенной. Слишком велико было испытание, которому подверглись жители блокадного города, чтобы убередить незаживающие раны. Первая попытка отразить реальность блокады была сделана в 70-е годы Даниилом Граниным и Олесем Адамовичем в блокадной книге. Однако в советское время книга издавалась осторожно, со значительными куперами. Когда я думала, как говорить о блокаде, все время выходишь на какую-то там библейскую лексику и говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Это на самом деле именно то, что произошло с жителями блокадного города. Главным объектом этой презентации стала книга дневников «Ленинградцы. Блокады из первых уст». Мальчик пожарный, главный инженер гидроэлектростанции, заведующий райздравотделом, цензор, лектор политотдела, сотрудник комендатуры, преподаватель. Вот авторы блокадных дневников. Собранные воедино эти тексты воссоздают ошеломляющую картину трагедии народа и отдельного человека, пытающегося противостоять своему духовному падению. Еще одна книга, о которой говорилось на презентации, записка, оставшаяся в живых. Блокадные дневники Татьяны Великотной, Веры Берхман и Ирины Зеленской. Страницы их дневников повествуют, как испытание блокадой, находящееся за грани человеческих представлений, подвигает женщину духовную борьбу, главный фронт Великой Отечественной войны. Я вчера читала целый день 14 декабря Мишковского, предварительно разорвав книгу пополам, так как не в состоянии держать в руках такую тяжесть. Идет страстная неделя, надо больше читать Евангелие. Будет величайшее счастье для меня исповедоваться и приобщиться к святых тайн. То если все это будет очень долго, и как бы это выдержать без кипяточки до 4-5 часов дня, умиравшая и бодрствующая Ксения мне сказала, сожалительно и строго, мне казалось, что ты стремишься к таинству. Я, жалкая, тупая скелетина, думала только о самоварчике. Мне было жалко поделиться двумя кусочками порученного, наконец-то, сахару в общую пользу для трапезы с иеромонахом Симоном, который нас напутствовал и умер через 5 дней сам. Даже сегодня воспоминания о блокаде воспринимаются публикой неоднозначно. Многие считают, что говорить о блокаде надо адаптированным языком. Слишком сильно воздействие факта на изнеженное сознание современного читателя, привыкшего к игровой условности. При описании вот этого всего нужно, во-первых, чувство меры, конечно. А к кому сейчас обращаюсь? Ко всем. Визуальной попыткой соединить блокаду с нашим временем можно назвать фотоальбом Сергея Ларенкова. Петербургский лоцман уже несколько лет исследует фотографии блокадного Ленинграда и делает снимки с той же позиции, где была установлена камера военного фотографа. Совмещение снимков дает эффект единовременности происходящих событий и становится потрясающим визуальным образом вечной битвой человека со грехом. Битва, из которой блокадникам удается выйти с победой. Не понимаю когда, когда это случилось, но факт тот, что благодаря годам 41-му и 42-му я проснулась для живой веры и живой любви и осознания жизни бессмертной, вечной, неприходящей.